Добрый вечер, зрители подкаста, подкастов обо всем. С вами Влад Гримм и Андрей Малахов и Драк. Всем привет. Сегодня мы поговорим про новую для меня, я вот недавно открыл для себя замечательную вселенную Эйкумена. Правильно же я произносил, да? Да, да, с таким немножко этническим акцентом, это именно так и задумывалось. И сегодня поговорим про вселенную, вообще проговорим, человек расскажет, как он это сделал, откуда у него идеи появились, и нам интересно будет всем послушать, и потом вы скажете, стоит ли нам дальше узнавать грани этой вселенной. Вот. Расскажи про себя немного, как бы чем ты занимался до того, как ты дошел до этого. Не, ну, зовут меня как телеведущего Андрей Малахов, иногда Драк занимался, да много чем занимался, ну, в геймдеве я работаю, да, там музыкой занимался. Немножко рисовал, немножко дизайнил, ну, и, в принципе, довольно давно я играл в настольные ролевые, ну, и всякое такое. И в какой-то момент там, да, возникла потребность сделать собственный сеттинг. Изначально это предполагался сеттинг для скирмиш-варгейма, как он в духе Мартхейма, но постепенно это все эволюционировало, эволюционировало, эволюционировало. И в итоге мы вот с группой моих соавторов решили выпускать это все в формате, собственно говоря, настольной ролевой игры, ровно по той причине, что это самый, ну, на наш взгляд, неплохой способ дать базовую информацию именно о сеттинге. То есть, ну, я, например, брал за основную модель такой проект, как War Machine, то есть, изначально они выпустили именно ролевую игру, а уже потом у них появился какой-то варгейм. То есть, как бы, да, настольная ролевая игра, хорошая история, чтобы рассказать сеттинг. Отлично. Да, War Machine я знаю, там же еще разделение на Horde и War Machine там. Да, 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 да. Ну, там вообще, там история создания проекта очень интересная, там, я по именам, к сожалению, авторов не помню, там один 30 лет рисовал арты для Magic the Gathering, второй тоже, в общем, где-то работал в Визердах, по-моему, и вот они решили отпочковаться, у них была тоже идея там какого-то варгейма, но вначале они выпустили, по-моему, под D20 какую-то систему Корник, собственно, с описанием. Iron Kingdoms, их сеттинга, и дальше уже вокруг этого строилось все остальное. Да, вот. И сейчас давай мы кратко, для тех, у кого нет времени слушать большие подкасты, я тебе задам несколько вопросов, ты ответишь, ну, чтобы они понимали основную суть. Какие основные у тебя были источники вдохновения, как-то вот когда ты вот только начинал создавать сеттинг, вселенную, что тебя вдохновляло на это, именно какие-то двусторонние вселенные, музыка, там, игры компьютерные, допустим, книги? Ну, тут, на самом деле, нужно, наверное, все-таки дать небольшое введение вообще, что это такое. Ну, собственно, основная идея этого проекта и его жанр у нас, это прямо написано в логлайне проекта, то, что это вселенная в жанре мифологической фантастики. Я этот термин уже не помню, где услышал, достаточно давно, и, в принципе, он не так распространен, то есть о нем слышали гораздо меньше, чем о постапокалипсисе, гораздо меньше, чем о каком-нибудь там грим-дарк-сайфае и прочее. И я изначально заинтересовался, что это вообще такое. Ну, и вот дайкумен — это сеттинг, выполненный в жанре мифологической фантастики. Обычно под мифик-сайфаем, ну, как его еще называют, подразумевают постапокалиптические миры, в которых на определенном этапе развития произошло событие, которое привело к гибели некой развитой цивилизации. И события сеттинга, в отличие от классического постапокалипсиса, развиваются не сразу там или в ближайшие несколько десятилетий после апокалипсиса, а спустя сотни, а иногда и тысячи лет после апокалипсиса. И основная фишка сеттингов в жанре мифологической фантастики, она заключается в том, что технологические достижения предыдущей цивилизации успели пройти процесс мифологизации. То есть человечество или иные расы и народы, населяющие сеттинг, смотрят на достижения собственных предков, ну, или цивилизации на руинах, которые они живут, сквозь призму магического мышления и мифологической картины мира. Технологии воспринимаются как нечто волшебное и так далее. И на самом деле, ну, примером такого подхода, как бы, могут быть такие вещи, как, ну, например, вторая часть, грубо говоря, песен Гипериона Дэна Симмонса. Я не знаю, ты читал, не читал их? Нет. Это хорошая такая фантастика, не помню, в каких годах было написано, ближе к, по-моему, ближе к 90-м уже. Собственно говоря, вот, возможно, кто-то из слушателей читал, то да, вот это вторая диалогия из песен Гипериона, Эндемион, где события разворачиваются на руинах космической империи, которая в одночасье просто прекратила существовать там спустя нескольких столетий. А из последних проектов, которые что-то подобное эксплуатируют, это компьютерная игра Horizon Zero Dawn. Это вот эта прекрасная вещь, где рыжая девушка стреляет из лука по огромным роботам, похожим на динозавров, и ни черта не понятно, что произошло. Ну, и, собственно, это одна из основных черт Mythic Sci-Fi, что непонятно, что произошло, и оно способно удерживать внимание и любопытство ровно до момента получения ответа. Еще такой компьютерный проект Hyperlight Drifter похож. Очень отдаленно есть что-то общее из последних вещей с Death Stranding, но когда мы начинали это делать, всех этих проектов не существовало. Очень большое влияние на сам сеттинг оказало именно исторический период поздней античности, в частности, восприятие в античном мире такого периода истории, как бронзовый коллапс. Когда буквально за несколько десятилетий множество античных цивилизаций по ряду причин прекратили свое существование. И, например, классические греки воспринимали руины критмикенской цивилизации как нечто, что построили титаны. При том, что хронологически их разделял, на самом деле, достаточно небольшой промежуток времени. И мы попытались взять вот это мифологическое сознание, поместить его в условия мира, который находился на пике технологического развития. Я бы сказал, он прошел период киберпанка, вышел из него в вполне нормальном состоянии, но по какой-то причине со всеми вот этими технологиями цивилизация погибла. И события Айкумены разворачиваются спустя несколько столетий, неопределенно много столетий, если детально будем говорить, там объясню почему. После вот такой вот катастрофы и обитатели этого мира смотрят на технологические достижения своих предшественников как на нечто волшебное, странное и зачастую табуированное. При этом следы этого присутствуют повсеместны. А, ну еще про похожие проекты современные. Ну вот Destiny, например, серия компьютерных игр тоже довольно похожая. И вот до того, как все это дело появилось, когда мы начинали это делать, достаточно сильное влияние на нас оказало такое замечательное аниме ErgoProxy. Вот. Ну, как-то так, если говорить о источниках вдохновения. Можно немного уточнить? А вот, например, допустим, вселенная Вархаммер, как знаешь, эпоха золотой век человечества, когда это темная эротехнология. И потом вот это, начало вот это, когда эра людей начинается, когда император приходит, вот этот промежуток вот этот, по сути, тоже, наверное, подойдет, да? Да, да, подойдет. На самом деле, в принципе, под Mythic Sci-Fi подходит любой постапокалипсис, который, ну, там просто есть некие черты, которые, да, сводятся к непонятным технологиям и к их восприятию. То есть, на самом деле, у многих развитых сеттингов, у них были в хронологии сеттинга периоды, которые могут попадать под описание Mythic Sci-Fi. Ну, нет, есть миры, построенные целиком на этом. То есть, есть, например, Numenera, совершенно прекрасный проект, да, который вот прям является канонической Mythic Sci-Fi. То есть, он так и задумывался. Так, ну, думаю, перейдем ко второму вопросу. А сейчас расскажи, кому зайдет данная вселенная, данная игра и в целом данный проект? Ну, в первую очередь, это настольная ролевая игра в достаточно специфичном сеттинге. И поэтому зайдет она тем людям, которые любят копаться в лоре, потому что мы специально сознательно делали обфусцированный лор, достаточно глубокий, который мы подаем. Ну, у нас там есть демка на 100 страниц, чисто художественная и чисто лоровая. А там в финальном издании этого всего будет гораздо больше. И мы специально структурировали лор таким образом, чтобы он, скажем так, поощрял множественные интерпретации. В целом, его подача напоминает подачу сюжетов в играх Souls-серии. Ну, там в Dark Souls, в Bloodborne и так далее, когда есть некие очевидные вещи, но большая часть каких-то истинных смыслов скрыта за какими-то визуальными акцентами, умолчаниями в текстах и так далее. Во-вторых, поскольку у нас заостряется внимание на персонажах, у нас персонажи игроков, как правило, выступают в роли местных... Ну, сложно назвать их героями. Есть специальный термин на жаргоне, который у нас внутри сеттинга используется. Это называется Вейла или для простоты восприятия страйдер. Это нечто среднее между сталкером, ведьмаком и чем-то подобным. То есть это человек, который в силу ряда специфических навыков и определенных врожденных качеств способен проходить в географическом смысле дальше, чем могут пройти обычные люди. И в связи с этим он сталкивается с огромным количеством вещей, которые лежат под обломками мира и становятся игрушками в руках политических сил. То есть людям, которые любят какой-то рейнджерский такой экспириенс, вот это все, их это может заинтересовать. Плюс, да, мы делаем акцент на мультикультурализм, то есть имеется в виду внутрисеттинговый мультикультурализм. То есть это люди, которые любят нестандартные культуры с нестандартными традициями и вот нечто подобное. То есть миры, напоминающие лоскутное одеяло, ну, конечно, в рамках каких-то определенных единых. То вот для таких людей. Ну, прям очень увлекательно. Что еще-то? Смотри, вот, ну, вообще, как бы, основная, вот, я вот тут почитал немного, я, как бы, такой, сейчас с позиции новичка, который вот только пришел и, как бы, прочитал введение и прочитал немного начало лора. Есть, вот, для группы, скорее, Тера Мортиз, есть ли какие-то отсылки к творчеству Говарда Филлипса Лавкрафта? Ну, вообще, на самом деле, все люди делятся, на мой взгляд, на два типа. Люди, которые любят Лавкрафта и люди, которые любят Кинга. Мы живем в бинарном мире, даже если люди любят обоих, то, как бы, нужно выбирать. Я, например, отношусь к людям, которые любят Лавкрафта, как раз-таки. И, в принципе, от Лавкрафта сложно сказать, есть ли там какие-то прямые параллели, но, скажем так, на уровне, там, визуальной подачи и некой идеологии, да, безусловно, общие вещи есть. В частности, это ужас перед непостижимым. Но в нашем случае непостижимое является, как правило, рукотворными объектами. То есть, у нас постоянно используются, как и у Лавкрафта, некие рукотворные, ну, рука или щупальцетворные в случае Лавкрафта. Но, как бы, у нас используются искусственного происхождения большие структуры, которые самим фактом своего существования и неуместности в каком-то пространстве давят на наблюдателя, на человека, заставляя его задуматься, кто, зачем это построил, почему, для чего и как, главное. То есть, вот такие штуки. То есть, фоновое влияние Лавкрафта у нас есть, но напрямую вряд ли. Хотя, какие-то некие вещи. Ну, у нас много культов всяких, но, скорее, не в лавкрафтовском смысле. Прикольно. Вот смотри, как я понял, действие происходит на земле, да? Да, да, действие происходит на земле в неопределенном будущем. Есть ли какие-то отсылки на народы, населяющие определенную территорию, которые... Потому что я видел, карта у вас поделена на такие зоны безопасные. Ну, тут, наверное, стоит начать и рассказать кратко, минут за пять, в чем вообще смысл вот этого всего, о чем мы говорим. Да, давай в такую водную под вселенной... Хорошо, хорошо. Давай. Отправной точкой в повествовании о вселенной Экумены можно назвать такое событие, как катаклизм. Не очень оригинальное название, но катастрофа, катаклизм — это то, чем можно описать то, что произошло. Точная дата катаклизма, в принципе, неизвестна, потому что история утрачена, но, скорее всего, он произошел в конце 24-го или в первой половине 25-го века. И чем являлся катаклизм, точно так же доподлинно неизвестно. Известны его последствия. Последствиями катаклизма или его причиной про это, споры ведутся до сих пор, стало появление шума. Шума или тонкой воды, как их иногда называют. Шум представляет собой достаточно странное поле явно аномальной природы, которое не проявляет себя при попытке его измерить вообще никак. То есть прямых свойств шума обнаружено за все прошедшее время не было. Он проявляет себя только по косвенным свойствам. И у шума есть несколько очень неприятных свойств. Самое основное из которых — он смертелен для любых существ, наделенных высшими психическими функциями. То есть для животных, для растений он безвреден. То есть он может оказывать некое пролонгированное мутагенное воздействие, но не слишком серьезное. А вот для людей, для искусственных интеллектов, способных к самоосознанию, он абсолютно смертелен. Воздействие шума смертельно для людей, для таких вот существ, наделенных сознанием. И проявляется оно в том, что наносит своей жертве либо непоправимые психические травмы, либо вызывает деформации тела, либо просто убивает человека. В худших случаях оно приводит к трансформации человека в существо, которых называют двар. Или, опять же, для упрощения, двар — это термин на внутреннем жаргоне, который мы используем в рамках сеттинга. А так в книгах правил они указываются как аберрации. Это вполне классическое, очень странное, страшное чудовище. И природа этого процесса не совсем понятна, но человек без средств защиты не способен выдерживать воздействие шума дольше нескольких, на самом деле, минут чаще всего. Так вот, во время катаклизма произошло, грубо говоря, появление шума. Он впервые проявил себя. Это привело буквально к одномоментной гибели практически всего населения планеты. Хотя, опять же, что конкретно происходило в этот момент, неизвестно. Известно, что за несколько лет до катаклизма по информационным сетям ветхого мира, как его называют, ну, мы используем много архаики, он не древний мир, а ветхий. Было распространено так называемое пророчество Сильвы. Это было послание, распространенное в цифровом виде, от лица неких богов, подписанное Сильвой одним из них, которое содержало предсказание грядущего конца света, достаточно туманное, и массив координат. Очень небольшие группы людей, как правило, из маргинальных слоев населения, последовали за этим пророчеством в указанные координаты. И именно эти люди в итоге спаслись, потому что по каким-то причинам вокруг указанных точек существовали небольшие регионы, которые сейчас стали называться лакунами, в которых воздействие шума просто отсутствовало, в принципе. Эти регионы, они небольших размеров, там крупнейшие, представляют собой такие концентрические области около 30 километров в диаметре. И обычно они были расположены в достаточно неплохих регионах с неплохими природными условиями. Собственно говоря, из всего человечества выжили только вот эти люди, которые проследовали за словами пророчества в лакуны. Дальше последовал период, который называется «Столетие тишины». И именно из-за этого периода практически невозможно определить, сколько на самом деле времени прошло с момента катаклизма. Потому что на протяжении нескольких столетий вот эти группки изолированные выживали только в пределах этих территорий. Потому что попытка покинуть их, да, постоянные столкновения с чудовищами, постоянное столкновение с воздействием шума. И сколько этот период продлился, доподлинно неизвестно. Темные века это. Ну да, от полутора до двух столетий. За это время человечество полностью утрачивает свои технологические и культурные достижения. Тут способствовал еще тот момент, что к тому моменту человеческая цивилизация практически не использовала бумажных носителей. И там по ряду косвенных признаков можно было понять, что цивилизация древних, она не отличалась высокой степенью эрудированности среди населения. То есть это было некое общество сверхпотребления, где очень узкая прослойка интеллектуалов занималась тем, что производила какие-то там научные расчеты, операции, а большая часть населения не особо понимала принципы работы собственных технологий. И поэтому как только эти группки оказались изолированы, они буквально за 2-3 поколения полностью утратили все технологические достижения. Плюс осложняло ситуацию то, что любая лакуна, это такой регион сопоставимый по размерам с диаметром Москвы условно, имеет достаточно ограниченный набор природных ресурсов, не имея каких-то станков, не имея знаний, невозможно как-то восстанавливать утраченные технологии или разобраться в работе даже тех, которые у них имелись. В общем-то, вот этот период безвремени оканчивается предсказанным в пророчестве Сильвы событием, так называемым звездопадом. Выглядит это, судя по текстам легенд, как некие звезды, почему-то взлетающие вверх из земли. Это стоит читать на самом деле. Есть несколько поэтических описаний, но все они сводятся к одному, что буквально рядом с каждой лакуной в небо взмывали какие-то звезды, они взрывались в небе, и при этом эти взрывы очень пагубно воздействовали на электронику, убивали машин, которые внизу ходили. А, да, ну про машины отдельно, наверное, стоит сказать, что шум — это первый фактор, который определяет действительность экуменный шум. Он же тонкая вода, он же искажение, его по-разному называют. Второй фактор — это наследие. Наследие — это все, что осталось от цивилизаций древних. И проблема в том, что от них осталось довольно много, и все их наследие крайне агрессивно относятся к современному человечеству. По какой-то причине все машины древних не воспринимают ныне живущих людей и даже тех, кто изначально бежал в лакуны, как... Ну, как хозяев. Как хозяев, да. Причем это распространяется вплоть до бытовых устройств. То есть там известно, что древние использовали некие кровяные замки, что-то вроде системы ДНК-аутентификации. Ну, и практически у всех современных людей нет прав доступа к этим устройствам. А эти машины относятся крайне агрессивно ко всем, у кого нет прав доступа. В общем, возвращаемся к звездопаду. Вот произошло это событие, которое отключило огромное количество этих машин, и появились, собственно, существа, которые с тех пор называются богами звездопада или словом Писиджет, которое они вытащили непонятно откуда. Они предпочитали называть себя именно так. Эти существа представляли собой антропоморфные фигуры. Было 13 верховных божеств и огромное количество так называемых младших богов. Они появились практически одновременно в буквально каждой известной лакуне. Ну, вот те лакуны, которые сохранились со времен катаклизма, называются в рамках сеттинга первичными лакунами, потому что со временем научились основывать новые, но до этого стоит дойти. Появляются эти боги, и, собственно говоря, они дают обитателям лакун очень простой выбор, что либо вы сейчас следуете за нами и выполняете то, что мы вам скажем, либо вы прекращаете существовать. Эти боги объясняют, что они не являются виновниками катаклизма, что они вывели человечество из мрака вот этих столетий тишины, и сейчас они являются воплощением боли некого единого создателя, и сейчас они поведут остатки человечества, искупившего некие грехи своих предков, не упомянута какие, к великому светлому будущему. В общем-то, те, кто последовали за богами звездопада, получили вполне себе нормальную, насколько это возможно, в таком мире жизнь. Боги звездопада обладали достаточно странным набором технологий, которые как-то были связаны с использованием шума и просто технологических артефактов, которые очень сильно отличались от всего, что создавали древние. Они обладали совершенно странным набором действительно паранормальных свойств, они могли присутствовать в нескольких местах одновременно, после потери физической оболочки они появлялись снова, и, в общем-то, это действительно были практически боги. За несколько столетий они учат пошедшие за ними племена выживанию в условиях, собственно, изменившейся реальности. Они учат людей неким закономерностям воздействия шума, открывают им секреты так называемых негаторов. Это способы, которые позволяют путешествовать через шум, ну, до определенных пределов, но все же путешествовать. И начинают объединять лакуны, которые пошли за ними, в некое подобие единой цивилизации. При этом они налагают на человечество огромное количество очень странных табу. Ну, некоторые вполне закономерные, некоторые достаточно странные. Так, например, туда входит строжайший запрет на изучение наследия древних, строжайший запрет на изучение любых технологий, которые не одобрены храмами. Храмы выполняют роль общественных институтов. И, по сути, боги Звездопада и их жрецы напрямую управляют этим обществом. Этот период длится несколько столетий, после чего происходит так называемое отдаление. Буквально одномоментно все эти боги пропадают из региона, в котором происходит событие первого издания игры. Ойра — это бывшая территория Европы. За время их отсутствия потихоньку начинают появляться проблемы, которые копились вот в этой синкретической цивилизации довольно долго, и заканчивается все это очень-очень нехорошо. По ряду причин только жрецы одной из богинь имели право проводить людей через шумовые пустоши и обеспечивали связь лакун. К тому времени каждая лакуна представляла собой перенаселенный город-государство, который застраивался вверх и вниз, ну, по сути, имел вертикальную архитектуру, сохраняя каждый клочок свободного пространства для возделывания пищи, потому что при условиях такой маленькой территории вопрос пищи встает крайне остро. И по факту ни одна первичная лакуна к тому моменту не могла полностью прокормить себя. как только исчезли боги и появились некие неполадки в системе, которую они выстроили, начались постоянные вспышки голода. Более того, ну, стоит сказать, что после катаклизма в мире появились вещи, которые натурально очень похожи на магию. Прям не на технологическое проявление, а вот на настоящую магию. они достаточно редкие, но они проявлялись. И в первую очередь они были связаны как раз именно с жрецами богов Звездопада. И в какой-то момент, спустя там три десятка лет после вот этого отдаления, жрецы нескольких богов просто в одночасье потеряли всю свою силу. В том числе и богини, которая отвечала за перемещение между лакунами. Порвалась связь между очень многими регионами, начались вспышки голода, бунты, мятежи. А через какое-то время боги вернулись и сообщили, что один из них является предателем. Он пытается развязать войну. И началась довольно странная... Ну, тут стоит сказать, что это достаточно отдаленные события от старта, непосредственно от настоящего момента, который считается настоящим. сеттинга. И тут стоит сказать, что это все очень сильно мифологизировано. Боги Звездопада запрещали вести хроники, а те хроники, что велись, они велись на древней бумаге, так называемой... Ну, на умной бумаге, в общем-то. И как только началась война, о которой сейчас пойдет речь, буквально все свитки, которые были записаны, они просто растворились. Все данные, которые были на них, просто пропали. Поэтому все эти события очень плохо документированы. Но суть их сводится к тому, что один из 13 богов по каким-то причинам развязал войну против всех остальных и втянул в нее несколько народов, которые не приняли в свое время богов Звездопада, а также втянул туда несколько достаточно крупных племен, которые существовали в рамках построенной, собственно, богами Звездопада Империи, но были чем-то недовольны. В результате началась достаточно долгая война, в которой, судя по легендарным описаниям, применялось оружие массового поражения, биологическое оружие и много-много все плохого. И закончилась эта война весьма печально. Она называется Война Исхода, потому что в ее результате все боги либо погибли, либо ушли, как это говорят их жрецы, ушли из мира, отдалились от мира, то есть они прекратили физически появляться в лакунах и как-то взаимодействовать с людьми. Миллионы жертв, полностью разрушена инфраструктура и человечество, полностью предоставленное самому себе вот в первый раз после катаклизма, то есть исчезла внешняя сила, которая ограничивала их развитие, именно я имею в виду развитие человеческих лакун. Более того, люди, получив от богов некое понимание, по каким правилам теперь работает этот мир, попытались продвинуться дальше, но не было никакого понимания того, что произошло. То есть вот эта отправная точка 285-й год от звездопада, потому что события Вселенной отчитываются не от катаклизма, а именно от звездопада, то есть сколько времени было между катаклизмом приходом богов непонятно. В этой точке начинается относительно историческое время для собственно мира и кумены. Начиная с этого момента человеческие народы начинают получать свои национальные черты, лакуны с похожим технологическим базисом пытаются как-то объединиться, чтобы выжить, какие-то лакуны выпадают из культурного поля, которое было сформировано вот этой империей, формируются фракции, это аналог сверхдержав, то есть каждая лакуна, она по сути представляет собой город-государство, но некие союзы вот этих лакун, которые здесь фракциями называются, это аналог стран или государств, формируются вот эти вот крупные образования и потихоньку-потихоньку человечество начинает пытаться исследовать окружающий мир, появляются способы основывать новые небольшие лакуны, оно шажками движется вперед, но все это дело протекает очень медленно, и спустя два столетия после всего этого в мире, который пережил по сути два апокалипсиса, ну так, если посмотреть, вот как бы катаклизмы и вот эту войну исхода, то есть это такая двойной мифологический бутерброд, да, поверх которого существуют вот несколько культур и цивилизаций, которые пытаются как-то найти свое место в мире. Проблема в том, что шум как был смертелен для большинства живых существ, так и остается смертелен, однако есть кое-какие способы от него защититься, и грубо говоря все эти способы делятся на три типа, на технологические, которые так или иначе воздействуют на мозг каким-то образом, то есть точно принцип работы технологических негаторов не совсем понятен, их технологии были оставлены богами, но смысл в том, что да, они каким-то образом воздействуют на мозг. Есть негаторы, которые представляют собой медикаментозные препараты, которые также вводят человека в измененные состояния сознания, что позволяет предполагать, что шум как-то связан с человеческой психикой и одновременно электромагнетизмом. И существует самый забавный вид негаторов это вера, сущности, почитаемые как священные различные ритуалы и подобные штуки. Но даже со всеми вот этими прекрасными вещами обычный человек в шуме не выживает. Да, известны закономерности. Шума его иногда называют тонкой водой, у него бывают приливы и отливы, то есть границы шумовых пустошей, так называемых. То есть все территории, которые не лакуны, местные жители называют шумовыми пустошами. Они внешне никак не отличаются от обычных заросших лесом, там природой территории, там птички, травка, все на месте. Ну, проблема в том, что человек только там умирает. Вот. Собственно, границы пустошей могут колебаться, это называется шумовыми приливами и отливами, то есть во время этих приливов, отливов может быть какая-то торговля, какие-то путешествия, но даже при защите негаторов обычный человек в шуме не выживает. Однако иногда рождаются необычные люди. Иногда рождаются люди, которых называют вейла на местном диалекте Двела Лугат. Вейла это дословно переводится как человек дороги или живущий на дороге или для упрощения страйдерами. Это природа того, почему эти люди переносят воздействие шума лучше и дольше других, не совсем понятно. То есть это одновременно и некий врожденный дар и набор навыков, знаний и снаряжения ремесла, который позволяет человеку дольше выживать в пустошах. И вот эти страйдеры, они существуют достаточно давно, еще вот со времен исхода богов практически там 280 лет они существуют, а по некоторым данным гораздо больше, просто при богах их не очень любили и приносили в жертву, и в общем все плохо с ними было. «Ведьмой жечь», да? Ну, там есть на самом деле ряд причин, по которым к ним так паршиво относятся, в частности, так называемое проклятие Нойла, это такая особенность, что страйдеры очень часто копаются в руинах древних городов и попадают в поле зрения защитной автоматики, которая начинает их преследовать, и они притаскивают вместе с собой из запретных городов древних всякие редкие болезни, которые, видимо, являлись биологическим оружием, машин охотников приводят в собственные поселения и так далее. Это только одна из причин, по которым к ним негативно относятся, но так или иначе эти люди существуют, какой-то закономерности в их даре не прослеживается, то есть с ним может родиться практически любой человек, а проявиться он может только при длительном воздействии шума, то есть человек попадает в шум, и либо он умирает, сопротивляемость к нему с очень-очень небольшим шансом. Поэтому как-то искусственно определить, является ли человек потенциальным носителем этого дара достаточно тяжело. Ну, в общем-то, вот эти вот фигуры, они являются главными героями, по крайней мере, для настольной ролевой игры, потому что они имеют существенно больший доступ к территориям мира, чем обычные жители. Они зарабатывают добычей артефактов из вот этих запретных городов, охотой на машины, охотой на чудовищ, и очень часто выполняют военные контракты, какие-то заказы для эксцентричных коллекционеров, постоянно оказываются втянуты в разборки между фракциями, какими-то религиозными культами, и в целом изначально их ремесло, оно имело некий сакральный характер, потому что это напоминало некий орден изначально, но со временем оно выродилось, потому что человечество, и тут наверное мы подходим к тому, почему этот сеттинг вообще называется Айкумена, потому что на самом деле спустя 280 лет после ухода богов, после исхода человечества, внезапно она оказалась замкнута в некой системе вот этих лакун, связанных друг с другом, расширив свою территорию достаточно для того, чтобы не смотреть за горизонт вообще. Их стал устраивать их мир. Они поняли, что мир играет по таким правилам. Они поколениями жили, соседствуют с шумом, с лакунами, постоянно становились игрушкой в руках богоподобных сущностей каких-то древних машин, проявлений опять же древних технологий. И в целом человечество смирилось с вот этой вот своей позицией. Оно выстроило цивилизации, культуры, которые внешне могут казаться очень развитыми, потому что ну вот тут например есть два арта, которые висят. Я даже вижу у них разные нашивки. Да, это одна из фракций, которая собственно говоря достаточно милитаризирована, но при этом одновременно тройболизирована. Это ОРХ, это замечательные ребята, которым как раз один восставший бог оставил четыре полностью функционирующих автоматических древних завода, которые могут наклепать им энное количество военного снаряжения, но ничего кроме. И поэтому они как раз носят достаточно унифицированную форму, плюс-минус современную, но при этом страдают от внутреннего тройболизма и постоянной клановой грызни и так далее. То есть это исключительно внешние проявления. Ну, в общем, да, человечество оказалось в ситуации, когда оно достаточно расширило свои территории, чтобы чувствовать себя в нем комфортно, но при этом ничего не знает об окружающем мире. И за 20 лет до начала игровых событий в мире происходит некое событие под названием Черный май, во время которого в ОР, это описываю регион, вторгается внешний враг, абсолютно новый, абсолютно непонятный, за 1 май гибнет огромное количество людей, уничтожается впервые в истории, прям полностью теряют свои защитные свойства. Несколько лакун, и буквально через месяц этот враг уходит. Вот это вторжение, оно остановило, грубо говоря, надвигающуюся крупную войну в регионе и положило начало достаточно долгому мирному периоду, который в рамках сеттинга называется хрупким ренессансом. И вот тут впервые человечество решило посмотреть на то, где мы все-таки находимся, то есть, что это было, что находится во вне и так далее. А термин экумена древними греками обозначал достаточно простую вещь, освоенную человечеством часть мира. И долгое время ненужные человечеству страйдеры, которые, как я уже сказал когда-то, это было священным ремеслом, потом это превратилось в форму наемничества, то есть, там есть традиционные страйдеры, которые более принципиально, а есть просто всякие беглые преступники и люди, которые занимаются по сути собирательством древнего хлама и добычей оружия массового поражения из древних городов, они снова понадобились. И вот человечество находится вот на каком-то таком перепутье, то есть 20 лет очень хрупкого мира, регион с несколькими крупными политическими державами и куча-куча тайн погребенных вот вокруг освоенной человечеством части мира, о котором на самом деле никто из живущих ныне людей ни черта не знают. и среди всего этого периодически ходят странные фигуры, которые, возможно, являются выжившими богами, возможно, выжившими древними и, в общем, сгущаются тучи и все такое. И вот 504 год от звездопада это начальная точка сеттинга и кумены. Блин, столько информации, но, блин, как интересно это звучит на самом деле, то есть я прям ну, по сути, погрузился в прям столько всего ну, отсылок таких прям сочных, крутых. Слушай, я вот смотрю на арт и вижу девушки что-то вроде музыкального инструмента. Как я понял, шум, вот этот шум, да, как-то какое-то взаимодействие с шумом через музыкальный инструмент есть или как это? Нет, на самом деле это 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 ультразвуковая флейта, эта девушка называется погонщицей Нимов и вот эта фракция ОРХ, они имеют доступ к достаточно высоким технологиям, которых они не понимают по ряду, но могут использовать и произвести. Тут там достаточно много на самом деле сущностей в рамках одного сеттинга и там присутствует такая вещь как архео или незримая паутина это остатки информационных сетей ветхого мира, которые достаточно опасны, их нельзя использовать, они подверглись некому процессу, который назывался великая опускация и по каким-то причинам данные, которые там хранятся, зашифрованы и там обитает куча всяких неприятных вещей, начиная от защитных программ и заканчивая цифровыми чудовищами и прочими странными вещами, поэтому использование робототехники в этом мире достаточно тяжело. А вот эта фракция ОРХ, они имеют такую штуку, картикальные технологии, как картикальные процессоры. Это, скажем так, некая медицинская технология, позволяющая пересаживать мозг людей и животных в механизм, специальным образом созданный, и они в военных целях применяют нимов. Это животные, обычно кошачьи или псовые, которых дрессировали при помощи ультразвуковых свистков, после чего, когда дрессировали, вынули из них мозг и переместили в гораздо более эффективное механическое тело. Киборги, да, по сути? Да, по сути, это кибернетизированные животные, которые управляются вот такими хитрыми штуками. Прикольно. Еще интересный вопрос, как мастеру, потому что я уже такой, блин, поскорее бы уже поводить эту игру, как вообще в принципе мыслит человек данной вселенной. То есть, ну, представляешь, как это, там есть средневековый человек, который мыслит там на уровне там, ну, совсем примитивным. Современный человек, вот наш 21 век, который имеет какие-то основы, какие-то знания основные, там, допустим, читать-писать, и там один и два языка, там, и там одну, там, какую-то науку. Вот расскажи, как примерно мыслить, ну, чтобы игроки, например, как понимали, как им отыгрывать. Конечно, тут смысл в том, что проще всего представить себе, я уже там несколько раз упомянул, что один из основных рефов на Айкумену это античность. И тут как раз она, ну, не случайна. То есть, если взять пример античной цивилизации, это была достаточно развитая цивилизация, в том числе достаточно развитая технологически. То есть, если брать, например, работы такого товарища, как Герон Александрийский, то нам известно, что в античном мире были вполне неплохо известны там принципы парового котла и достаточно серьезная механика. Опять же, антикиритский механизм это очень сложный механизм, который там, ну, в принципе, там достаточно серьезная математика была, а очень хорошие, то есть, по-моему, у них были бендинговые машины даже для продажи в храмах чего-то типа святой воды, то есть, в Александрии они были найдены. Но при этом, при всем, казалось бы, это шаг до индустриальной революции, но при этом там не было, скажем так, общественных потребностей для того, чтобы она произошла и не было ряда условий. Они сосуществовали одновременно в мире, где, с одной стороны, известна паровая машина, и человек может построить систему Птолемея как бы и рассчитать ее. С другой стороны, при этом, при всем, человек продолжает верить в некие божественные сущности, то есть, постоянные вот эти храмы, культы, куча-куча мелких раздробленных культов, постоянные домашние ритуалы, то есть, как, например, изначальная религия древних римлян предполагала кучу мелких ритуалов, связанных с домашними духами, а даже в поздней империи, там, помимо имперского культа, периодически проводились перед войной важные ритуалы и так далее. То есть, в принципе, мышление этих людей, оно не привыкло структурировать действительность, и оно, скорее, воспринимает ее как набор эмпирических фактов. То есть, сам шум вообще, ну, то есть, тут есть два фактора, как я уже сказал. Искажение наследия. С одной стороны, вокруг очень много древних технологий. Они классные, они работают на беспроводной передаче энергии, они очень опасные, но когда работают, классные. В них невозможно разобраться. То есть, ну, примером того, как невозможно разобраться в технологиях, можно привести в качестве примера устройства, чьи компоненты содержат атомарный, ну, имеют атомарный размер, но при этом у человека нет даже микроскопа. То есть, разрыв технологический такой, что должен родиться там новый Ньютон, новый Эйнштейн и так далее, чтобы просто разобраться в том, что создали их предки. С одной стороны, это вот эти непостижимые технологии, которые в руках одних людей работают, в руках других не работают. И понять принципы их закономерности гораздо менее важно, чем использовать эти устройства на практике. То есть, если оно работает, это здорово. Второй аспект это шум. Поскольку проявления шума не имеют какого-то логического обоснования, он не регистрируется никакими известными приборами. То есть, есть некие косвенные признаки, что он влияет на отклонение вероятности, поэтому страйдеры ходят, подбрасывают монетку, что некоторые перелетные птицы чувствуют поведение, по поведению некоторых перелетных птиц можно предсказать изменения в шуме, но при этом при всем его не видно, но он может тебя убить, он может породить чудовище, а жрецы и всевозможные шаманы, вообще, в принципе, люди, верящие в некие странные сущности, периодически получают от этих сущностей помощь. То есть, вполне зримые чудеса, абсолютно аномальные, поэтому сочетание вот этих двух факторов превратило мышление этих людей в некую, как бы это сказать, в нагромождение просто эмпирических фактов, то есть, я помолюсь вот этому богу, потом я пойду поем, потом поиграю с друзьями в карты, потом пойду порублю дрова, потому что мне нужно разогреть чан с водой, ага, мне нужно послушать музыку, от дедушки мне остался вот этот странный прибор, который проигрывает музыку, почему-то он реагирует только на мои касания, видимо, у меня маркер генетического ключа подходящий, поэтому я сейчас послушаю музыку на этой штуке, а еще вот у меня во дворе ходит человек, который при помощи странного древнего устройства собирает голографическую скульптуру. Как это работает? Особо никого не волнует, но важно, что это работает. Прикольно. Так, блин, столько всего. то есть, опять же, как бы, понятно, что некие базовые, как бы, верхняя планка понимания законов действительности, вот прям верхняя-верхняя планка, это у самых образованных людей здесь, она сопоставима с, грубо говоря, там, какими-нибудь, ну, давайте, натур-философами. Ну, то есть, такая... 1680-х годов, да, то есть, попытка осмысления реальности есть, но слишком много странного вокруг, слишком много аномалий, слишком много странного. То есть, такая Рим-Греция, а-ля, но уже, как бы, по сути, варвары на руинах того же Рима. Да, 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 да. То есть, вот у нас есть там эти, как там, система очистки воды, но мы не знаем, она типа старая эпоха, мы там не трогаем, ничего не сломалось. Да, да, именно так. И можно еще, если вот уж на таких аналогиях, то Каролинский ренессанс. То есть, да, есть попытка осмысления, короче, некого античного наследия, но эта попытка настолько робкая, что, в общем, это смотрится просто смешно со стороны. Но при этом, да, некоторые внешние проявления, они могут быть достаточно технологичными, то есть, они используют многие ткани, оставшиеся с древних времен, их крой одежды как-то до сих пор, ну, типа, на него влияет там крой одежды древних, но при этом всем это все достаточно превентивно, и в своей основе общество очень античное, или средневековое, то есть, оно варьируется в зависимости от прослойки, в которой человек родился, и культуры, но может быть очень примитивным. Понятно. что по... Вот мне вот интересно, как бы, я досмотрю на арты, а что, в чем воюют в данной эпохе? Да, воюют, воюют всем подряд, на самом деле, то есть, есть огнестрел, есть энергетическое оружие, есть холодное оружие. То есть, огнестрел есть, да? Это не... Огнестрел, огнестрел есть, нет, это как бы этого добра навалом, то есть, винтовочки собрать могут, но проблема в том, что, опять же, они достаточно примитивные, и в больших количествах это все производить достаточно тяжело, то есть, есть более милитаризированные фракции, есть менее милитаризированные фракции, там есть, например, такая замечательная фракция Компийская уния, это товарищи, которые построили свою культуру вокруг неких поставрамических, некой поставрамической религии, которая там несколько раз трансформировалась, у них есть так называемые фариасы и ямины, это аналог рыцарства, ну вот они, например, используют древние промышленные экзоскелеты, вот такие вот, как я не знаю, ты видел? Лизиум, наверное, какой-нибудь, да? Скорее, 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 Сёрдж, Сёрдж 2, ты не видел прекрасную игру, где... Видел, возможно, я не помню, просто. Вот, ну вот, вот что-то подобное, да, ну вот оно у них работает, они их используют, используют какое-то там, холодное оружие, используют огнестрел, но с огнестрелом проблемка такая, что его не так много, ну то есть оно есть, оно есть у военных, есть у страйдеров, но не то, что там у каждого в подворотне он валяется. А ближний бой? Холодное оружие совершенно разное, там вот, начиная от просто заточенных кусков так называемого керамопласта, это у нас там есть такой материал, и заканчивая, у нас есть прекрасный в инвентаре проекционный меч и сделанный из плоскостной ступеньки. Ну то есть, вот представь себе, у тебя есть некий город высокоразвитой цивилизации, и у тебя есть ступенька, которая представляет собой силовое поле, по которому ты можешь ходить. Силовое меч, типа, да, получается? Да, прекрасно, просто немножко перекалибровал это все. Там есть люди, которые занимаются технологиями, но опять же, это набор знаний просто, то есть это набор опытов, экспериментов. Ну как СШК, СШК у механикусов, типа, и как у Вахина. Ну, механикусы, да, у нас они называются гностиками через «е», это такой парафраз на гностиков, и по-английски это гнозис. Типа цула к грекам, да? Гнозис и тех, короче, то есть чуваки, которые шарят в технике. Но проблема в том, что, опять же, люди таскают с собой огромный гримуар, грубо говоря, такую подшивку, инструкции к стиральным машинкам, которых написано, вот 20 лет назад мой учитель нажал туда, и после этого я стал учителем, а его мы похоронили. Так не делать. Ну и вот до такого плана у них знания. Хотя периодически бывают некие там околонаучные прорывы, но, опять же, шум и вот эти древние технологии мешают пониманию в целом. Так, вот те же страйдеры, у них есть какой-то кодекс свой или какие-то правила внутри пустошей? То есть, ну, допустим, знаешь, это вот, допустим, там не грабить там умирающего там или там похоронить там только там в этом месте или там мы там не стреляем друг в друга, потому что мы там на общей территории, типа все такое. Это достаточно такая глубокая вещь, потому что мы специально их расписывали, достаточно серьезно. Изначально такой этический кодекс у них был. Ну, то есть, тут нужно понимать, что страйдеры это некое внешнее околонаучное название, их так все называют просто либо вейла, либо нойла иногда. Ну, ла — это жить на местном диалекте, а вейл — это от английского дорога, ной, шум. Вот, то есть, либо человек шума, либо человек дороги. И смысл был в том, что изначально, да, там по всему Ойру есть корпус легенд о так называемом Эйди Первострайдере. Это такой Иван-дурак в местных легендах, который делает что-то хорошее, идет там, шум, делает что-то полезное для местного поселения, после чего в конце каждой истории он либо погибает, либо пропадает без вести. Это такой немножко забавный, немножко грустный персонаж, который непонятно, жил он на самом деле, или это некий собирательный образ. Так или иначе, уже гораздо более историческая личность, Скира, учитель так называемая, она была местным страйдером-философом. И она сформировала некие 13 постулатов, которые в теории должен бы по-хорошему соблюдать каждый страйдер. Они касаются в первую очередь взаимодействия с обществом обычных людей и вещей, которые нельзя делать, что нельзя вмешиваться в политические интриги, нельзя просто так причинять человеку зло, нельзя бросать людей в пустошах и так далее. Но со временем, во-первых, страйдерская вот эта культура начала дробиться на так называемые гехейры, это школы ремесла, по сути, то есть это определенные этические школы ремесла и специализации. А потом со временем, по мере того, как страйдеры становились не нужны, в их ряды вливалось огромное количество людей, которые попали туда случайно. Ну, то есть, например, во время войн дезертир какой-нибудь убежавший или человек, который просто во очень многих обществах статус страйдера считается социальной смертью. И он приводит к последствиям, в том числе юридическим, ну, то есть, там, например, где-то, если человек не возвращается из шума более восьми часов, он автоматически считается погибшим и его наследники вступают в права наследования. Это очень часто использовалось там в местных политических интригах и так далее. В том числе статус страйдера считается, что человек умер в шуме и ты как бы лишаешься всех прегрешений, то есть множество преступников приговоренных касте зачастую выбирают вариант, что просто вытолкайте меня за межевые флажки. И какие-то из них выживают и благодаря тому, что они имеют некую сопротивляемость шуму, они действительно становятся страйдерами. Поэтому за последние несколько, ну за последнее столетие условно среда страйдеров очень сильно криминализировалась. И большая часть страйдеров похожа условно на таких на шедоураннеров в общем. То есть это некие беспринципные, очень прагматичные люди, которые используют древние традиции в качестве некого флера. При этом на их фоне выделяется небольшое количество, там процентов 30 действительно старых страйдеров, которые придерживаются традиций, берут учеников, но они воспринимаются скорее как некий рудимент прошлого. То есть как вот господи, как в четвертом эпизоде «Звездных войн», когда Хан Соло разговаривал собственно с Люком и он на это все смотрел, говорил «Что ты делаешь? Древняя религия, древнее оружие, купи себе нормальный бластер». Вот как-то так на них смотрят, но да, и большая часть страйдеров очень неприятные люди, это полукриминальные такие наемники, но есть и вот традиционалисты, скажем так. Интересно. Так, еще пара вопросов. Кроме людей какие-то расы еще есть на Земле? Все верно, есть, есть, есть. Первыми ребятами называются у нас прокса, это разумные машины. Природа сознания прокса достаточно туманна, то есть они сосуществуют с людьми со времен как бы исхода богов, то есть они и раньше появлялись в человеческих поселениях, иногда сознание просто пробуждается в теле какого-нибудь андроида древнего или какой-то иной машины. Боги Звездопада считали, что всех этих существ нужно уничтожать обязательно, но в тех местах, где боги Звездопада либо отсутствовали, либо их влияние было не таким сильным, иногда им позволяли жить после их исхода, на самом деле прокса появилось достаточно большое количество и стоит сказать, что все нечеловеческие расы составляют около 15% населения всего региона в лучшем случае и все они не в очень приятном положении. Первый это прокс, это всевозможные разумные машины, вторый это такие товарищи как уджипсай или уджи, это народ, мигрировавший с юга земель Афара или стеклянных земель это грубо говоря территория Северной Африки во время они достаточно давно мигрировали, но опять же миграции войны возможны во время шумовых отливов и при помощи каких-то сущностей иногда группы людей умудряются пройти достаточно большие расстояния и вот это был народ мигрировавший в ОРУ европейскую часть спасаясь от преследователей они выглядят как в принципе представители негроидной расы поголовно страдающие альбинизмом и имеющие так называемый лабиринт это не татуировка а рисунок пигментных пятен на коже который выглядит как действительно некий лабиринт или схема причем этот узор он не повторяется он уникален для каждого уджи но самое главное что они обладают навыком латентной телепатии они эмпаты они способны достаточно четко различать человеческие мысли при долгой тренировке точнее способны различать эмоции при долгой тренировке способны прочитать контекст мысли и даже ими манипулировать но у них есть одна проблема они не способны причинять вреда другим живым организмам на который направлен их фокус внимания они испытывают эмпатический болевой шок и могут даже умереть в процессе поэтому они очень часто оказываются жертвами в принципе они очень часто оказываются жертвами ксенофобских погромов потому что мало кто в принципе готов терпеть рядом с собой существ способны в принципе проникать в сознание в той или иной степени им запрещено заниматься торговлей там они живут в гетто и в общем очень плохо все и во время погромов они практически не способны защититься потому что они не могут убить кого-то не рискуя получить повреждения собственной психики потому что они устанавливают контакт с тем на кого направлен их фокус внимания вот и есть еще такая отдельная категория разумных существ они просто это целый класс существ так называемые вирду это мутанты ставшие такими в результате воздействия патогенного фактора некого ну это немножко напоминает вархаммерских господи напомни пожалуйста кого ближе ты 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 понял это огрины к кому относятся ратлингит да да обхиманы 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 вот что-то подобное то есть это все существа которые взмутнули в результате неких патогенных факторов но при этом которым позволяется жить в человеческих поселениях типа мутантов которые имеют основной какую-то фишку ну как правило да как правило они долгое время жили в изолированных лакунах в очень маленьких и там постоянный имбридинг был кровосмешение возможно воздействие шума потом их сообщество нашли ну и как бы убивать жалко было наценно принять их в культуру невозможно и как бы ну вот как-то они живут и есть странные товарищи которые называются альвы да да абсолютно неуместное здесь слово которое является прямой отсылкой к эльфам выглядят они примерно так же но имеют три пальца на руках и несут на себе как и их собственно неуместное сознательное название они несут следы искусственного происхождения там слишком сложная и пространная история их появления чтобы это сейчас пересказывать но суть в том что в рамках вселенной существует такой термин как урожденные маги это люди которые способны грубо говоря телекинетически передавать энергию такие люди стали рождаться после появления шума это достаточно редкий дар но вот была определенная группа людей которая оказалась в очень сложных географических условиях и которые пошли на серию евгенических экспериментов по усилению собственного природного дара вот в результате получилась фактически очень небольшая раса таких урожденных магов которые обладают огромным количеством побочных всяких проблем начиная от психозов склонности к некоторым заболеваниям трехпалости и заканчивая другими проблемками всяческими вот они скажем так долгое время находились в изоляции а потом с ними связался некий человек известный в рамках сеттинга как человек с монетой который предложил им сделку что они отдадут ему собственных детей на некую евгеническую модификацию ну они естественно не понимали что происходит но выглядело именно так а он поможет им выбраться из сложившегося положения процесс занял несколько поколений но вот в результате при помощи появилась вот такая вот раз интересно в принципе слушай вот я все хочу спросить ну и да как раз про альве собственно он им и дал название альве и они его приняли что это значит они сами не знают но типа да это вот абсолютно искусственно созданная раса кем-то и зачем-то наверное сегодня последний вопрос сейчас задам потому что мне все интересно было так как действие происходит по сути вот катаклизм случился в будущем как я понял да середина ну 25 век где-то как я понял по сути все космические колонии из-за шума то есть шума на всю галактику повлиял или только на землю кто знает ну то есть да то есть если еще неизвестно да это такое на будущее ну скажем так там есть такие штуки ну связанные скажем так с космосом вокруг земли вращается некая вещь которую местные жители называют поясом стража это огромное количество созвездий да 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 огромное количество созвездий которые практически в непрогнозируемом таком танце мельтешат на ночном небосклоне некоторые считают что это обломки огромной орбитальной станции точнее сети орбитальных станций построенной вокруг собственно говоря земли храм писиджета находился в так называемом хлысте который некоторые считают орбитальным лифтом разрушенным и упавшим но конкретно что что там с космосом обитатели этого мира не знают практически никто не знает вот но что-то там есть собственно там смысл в том что вот на самом деле мы скорее всего скоро вот у себя в группе мы достаточно часто публикуем различные лоровые материалы художественные рассказы небольшие которые ну в духе старых кодексов Вархаммера написаны то есть это небольшой рассказ который дает и понимание лора и какой-то там просто небольшой сюжет вот мы скорее всего начнем выкладывать легенды так называемой песни камня это ну в рамках сеттинга это серия наскальных изображений ну как наскальных это серия рисунков которые рисовали на стенах обитатели первичных лакун в первом поколении пытаясь записать хоть как-то историю ветхого мира и есть корпус легенд песни камня так называемый этих легенд очень много и возможно они содержат какую-то информацию об истории человечества до катаклизма но кроме этих легенд практически ничего не осталось и там у многих кто пытался в рамках вселенной исследовать этот вопрос сложилось впечатление что кто-то потратил огромное количество усилий чтобы просто уничтожить информационные носители ветхого мира а те которые остались сделать недоступными и кто-то очень активно участвовал в стирании истории человеческой цивилизации или недопуску тех кто обитает в лакунах до вот этих знаний ну наверное на сегодня мне кажется людям слишком много информации уже дадим дадим немного переварить потому что ну как бы очень интересно ссылки на группу на твою группу и наверное ты можешь же твоя демо будет к посту приложить да прикладывай конечно да 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 приложу то есть я сделаю пост вся в группе там будет аудиоверсия видеоверсия демо чтобы люди сразу могли ознакомиться и если захотят наверное я думаю пусть там кто захочет вопросы какие-то задаст я тебе могу например на следующем подкасте вопросы задать что люди ну если если это будет как бы интересно то да а так вообще мы планируем там у себя в группе через какой-то момент выпустить видосик с ответами на вопросы то есть нас на самом деле я там не один над этой штукой работаю да у вас там три соавтора вроде как да да у нас три основных соавтора наверное стоит о них сказать да расскажи ну автор идей и как бы основной разработчик именно сеттинговой части это я также с нами работает Нико это чудесный человек который занимается у нас механикой и является одним из соавторов то есть вся именно игромеханика это его вотчина там ну то есть я с другими соавторами туда лезу но он гораздо лучше меня например водит и поэтому да как бы он отвечает у нас за механику и есть такой человек как записанный у нас как некий К.шубин определенным людям известный как Алео человек который работает под псевдонимом в связи с определенными жизненными обстоятельствами так вышло но вот он является вторым моим соавтором в плане лора и мы начинали работать над этим сеттингом начинал я и один но он присоединился раньше всего ко мне ну плюс у нас есть как бы художники наши Сережа Дорохин который сейчас в варгейминге работает это Валерия Заблодская которая очень крутую биомеханику рисует это прям ее фишка не очень узнаваемый стиль она рисовала вот всякие около карандашные наброски которые у нас в демо встречаются и вместе со мной маски богов собственно звездопада рисовала и я надеюсь она дальше будет делать голова отсечки вот есть Владлена которая наш дизайнер и помогала мне с дизайном ну вот и вот недавно к нам еще присоединилось два человека я их имен пока назвать не буду один будет помогать мне с лором другой помогать нам с механикой мы наверное о них тоже напишем в группе но в общем потихоньку команда у нас разрастается какие-то арты для нас дел Андрей Серов это такой известный именно компьютерной разработки художник арт-директор компании Аркадия они там VR-ом занимаются ну вот как-то так то есть мы потихоньку расширяемся и наверное по артовой части будем расширяться дальше как я понял очень повезло что ты как бы уже имея какой-то плац знаний опыта по сути рисования все перешел как бы у тебя уже ну рисовать нет рисовать я под этот проект выучился сам специально ты же там ты же там работал да в геймдеве ну да я все-таки не художником работал а тут мне пришлось самому учить вот это собственно учиться рисовать на самом деле не то что рисунки это фотобаш как бы это это очень много техники я даже там нейросетки использую для того чтобы как-то скомпенсировать свое неумение рисовать то есть я использую какие-то обученные нейросети которые генерируют мне силуэты я их доделываю на основе фоток использую маскирующие эффекты под кисточку там потом руками довожу ну то есть я не умею рисовать в общем но пытаюсь ну на самом деле вот я когда зашел в твою группу я сразу зашел я обычно сразу когда я очень люблю такой человек визуал люблю то есть мне не сколько важно какие правила будут да сколько важно какой лор и какая идея вообще внутри вселенной я зашел сразу в альбомы увидел вот эти черно-белые арты и такой блин это шикарно как бы ну спасибо ну вообще на самом деле эту штуку наверное лучше читать чем слушать потому что там стилизация текстов вот это все написано достаточно вольным языком рассказываю просто нет слушай на самом деле очень интересно слушать мне кажется те кто владеет какими-то знаниями особыми по антропологии по языкам им прям вот прям наслаждение когда там какие-то слова термины произносишь мне кажется им вообще круто зайдет да не ну слушай понимаешь там очень много на самом деле фишек для чисто утилитарных для стилизации то есть мы например когда выкладывали демку там да мы где-то получили фидбэк что вот у вас язык неправильно сделан ну блин мне помогал с этим мой товарищ Игорь Богатых который работает переводчиком но передо мной не стояла задача сделать язык я не Толкин как бы и никто из нас на это не претендует нам нужно было получить некий элемент стилизации и аутентики то есть например есть такой прекрасный сериал снятый по одноименной книжной серии The Expanse который пространство вот ну люди к нему очень по-разному относятся почему-то кому-то он одним резко нравится другим резко не нравится мне например очень нравится и там есть жаргон астероидян который специально для сериала написали он очень простой он собран из нескольких языков но при этом он очень много аутентики добавляет то есть да у нас вот есть словарик специально там небольшой мы его расширяем по нему можно отследить что да там большая часть языков произошла от английского который местные обитатели и тюркских что позволяет предположить что там были какие-то странные миграции до катаклизма и так далее но это типа не главное важно что это просто дает элемент аутентики стилизации название ядреное для такого когда ты только приходишь пытаешься запомнить все такое блин надо привыкнуть к названиям будет некоторое время страйдер удобно было называть страйдеры страйдеры каждый раз вот там их по другому называют ну это это удобно это удобнее когда вводишь если люди используют прямую речь во время игр то гораздо удобнее чтобы они использовали термины это позволяет выживаться а так да конечно страйдеры и страйдеры в правилах они всегда страйдеры а ты а ты планируешь через кикстартер ну мы как бы мы планируем дальше в общем это дело развивать достаточно серьезно то есть она изначально даже не задумывалась под то что это будет только настольная ролевая игра вот сейчас мы это делаем мы писали в демке что четвертый квартал двадцатого года релиз но тут собственно история с коронавирусом она немножко повлияла на наши планы потому что там мы все работаем нам пришлось переобуваться на ходу на работе мы вот с нико работаем в одном месте и так далее не знаем как оно сместится не сместится но вообще да мы планируем там за месяца три до релиза начать сбор скорее всего на крауд репаблике потом я думаю что англоязычную версию а дальше посмотрим что мы из этого будем делать то есть я сейчас разговариваю с людьми по поводу комиксов по этой штуке ну и там еще один проект есть про который пока не буду говорить чтобы не накаркать да конечно вот есть ли какой-то эксклюзивный материал который ты мог сказать ну так чисто для нашего подкаста да слушай надо тут понимаешь тут надо подумать мне очень тяжело что-то говорить потому что давай давай мы это с тобой обсудим после подкаста если что например есть какой-то арт ну можно арт например можно там скетч там небольшой или что-то такое ну нет такое что-то я найду конечно просто ну чтобы интересно было как бы людям тогда не вопрос тогда мы сейчас закончим не уходи мы сейчас с тобой еще переговорим да давай давайте слушайте подкаст покупайте наш журнал очень потому что нам очень важно чтобы наш журнал удался и мы занялись вторым номером нам нужно до сентября собрать немного так что давайте до следующей части потому что я думаю мы не прощаемся с Андреем и как бы если интересно да и будем думаю платформенно сотрудничать давайте пока спасибо всем пока так так